Превосходно! А во что? Во что вы верите? Ну как во что? Верим во всеобщее братство. Да, в превосходство мира над насилием, над войнами. Считаем, что мерой всего должен быть человек. Человек? Почему человек? Человек, потому что он царь природы. Почему-то вы смеетесь. Что вы скажете, господин обвинитель? Перед вами сидят существа, даже не располагающие отвагой профессионального преступника. Ибо за всю свою историю всех бесконечных войн, дележа территорий, поедания себе подобных. Вся насквозь окутана мифами, легендами. Поедание животных это, извините, не входит в вину моих подзащитных. Это естественный ход эволюции. О боже, даровавшие разум этим безумным существам. Они во всем склонны винить кого угодно. Тебя, природу. Я протестую. Пусть говорит. Но если они должны это делать, то пусть поглощают свои окровавленные жертвы в своих норах, тайком. Пусть их мучает угрызение зависти. Пусть говорит. Пусть говорит. Но не так поступают бесы. Они режут, они тушат, они тушат, а потом поглощают свои жертвы в местах общих кормежек, глядя на танцы, на прыжки, своих самок, своего же собственного вида. Ибо это усиливает их влечение в мертвечении. Это естественный ход эволюции. Это природа. А необходимость изменить это положение вещей даже не приходит в эти полужидкие головы. А религия. Ведь у вас есть религия. Да. У нас много великих религий. Да. И наша религия нам позволяет кушать животных. А знаете ли вы, господа земляне, что в эту самую минуту, когда происходит суд, одни особи вашей породы в беретах вырезают точно таких же особей вашей породы, только одни в беретах, а другие в чалмах. И так происходит на земле постоянно. Что за причина столь жестоких раздоров между этими тщедушными существами? Отвечайте. Это все вои, это все из-за земли. Это из-за земли. И вот именно эти вот в беретах и в чалме этого куска земли не увидят. Не увидят, разве только что два на полтора. Постижим. Откуда такой? Такой раздородой, бешеной злопой. Моя бы воля, я бы собрал всех, всех бы уничтожил. Всех бы уже. Да, да. Все человечество. А это и не обязательно, господин обвинитель. Они сами, они сами себя истребят. Подзащитные мои невиновные. Подзащитные мои невиновные. Виновные эти домоседы, варвары, которые снятыщие в кабинетах, в офисах и занимаются пищеварением. А потом отдают приказы, чтобы миллионы, миллионы людей гибли, гибли, убивали себя, убивали, 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 А потом они идут к Богу. И все в мольбах и молитвах. Это все сборище безумцев, злодеев, варваров. Даже карманного Бога они себе сотворили. По своему образу и подобию. У меня складывается такое впечатление, что землянам не видать галактического сообщества, простите, как собственных ушей. Ай, так ясно, что так называемый человек разумный ведет себя на этой планете как безумец. Как бес. Примите нас! Я не убивал! Я не стрелял в зайчика! Я елочку не рубил! Я под ней скакал! Но я был маленький! Я был маленький! Я птичку из рогатки застрелил! А ту птичку примите нас! Аааа! Ааааа! Аааа! Вам... что-то не לחчется. Аааа! Аааа! Что это? Значит, и коров нельзя купать, и суча нельзя. Так сидеть не жравшим долго не протянешь. Почему это? И я должен отказываться от касса, который мне подают на тарелке. Разве это вернет жизнь заколотому теленку? Охотники, к примеру, от этого не переведутся. С них какой спрос? Они преступники. А убийства? Давно стала религия на земле.